Я сейчас быстро говорю, потому что мой сын сейчас за камерой. Я хочу, чтобы он сам посмотрел, и это дело ему понравится однозначно. Для того, чтобы понять, надо прийти и посмотреть. В цирке мысль правильная. Так вот, что это? Мы видим элементы точной настройки между, по-моему, любящими друг друга и человеками, и животными. Потому как в данном эпохальном мероприятии так все и было. Мало того, в действительности надо видеть события, потому что все идет и без страховки, и рядом с вами. И что мы видим? Постараемся разобраться. Мы смотрим эпохи человечества примерно за два часа. Только кажется, что все не так просто. Но система далеко не простая. Прыгать на коне, потому что он движется постоянно. И далеко не просто работать на высоте третьего этажа без страховки. Демонстрируя вам то, что делается. И никто из нас таких выкрутасов сделать не сможет. Таких людей может тысяча. Но они приезжают к нам, и посмотреть стоит. А как вам силовая гимнастика? Причем с виду такой хрупкой девушки, и не скажешь, что она может держать на себе, на своих руках большего веса человека. Такое как-то не часто случается в гимнастике. Однозначно. И интересный факт. Мы думаем, что мы круче всех. Но может и так. А может все-таки любовь. Как вы думаете? Мы смотрим и по интернету, но здесь все видно своими глазами в цирке. Довольно интересная ситуация, когда удовольствие от хрюшинки и от различных пуделей, и вам показывает качество работы. Ваша хрюшка так умеет? А ваше чудо-животина так? Нет? Ну так проверим, а точнее увидим. К слову. Гимнастика. Круто. Но что-то я не видел прыжков на уровне четвертого этажа. Так чтобы прыжки были на движущемся объекте. Это качели. Умеете так? Или слабо? Здесь, в цирке, живут люди безбашенно одаренные. Их очень, очень мало на планете. Они приехали к вам однозначно. Посмотрите и поймите. А теперь о том, что на гербе Челябинской области. Ну, что у нас на гербе? Верблюд. А мы забыли. А зря. Безупречные и гордые животные, способные долгое время не питаться при проходе через степи, солончаки и пески. Они могут и спешить со скоростью лошади, а могут, перемещаясь неторопливо, проходить без проблем большие расстояния. Они не менее умны, уж поверьте мне. А уровень любви, и это уровень качества питания. И он в Магнитогорске высок. Цирк здесь, на топе. Но надо ему помочь. Вашим вниманием. Что конкретно понравилось? Конкретно понравилось, когда выступали пудели. Очень милое зрелище. Ну, ради них можно прийти. Тебе понравилось в общем представление? Да. А какое конкретное представление тебе понравилось? Верблюды. Что тебе понравилось во время концерта? Все. Это цирк, и это другая история. Она красива до безумия. И она не привязана к одному месту. Цирк не может быть привязан. Вам надоест. Он катается, а вам надо видеть. И очень хорошо, что цирк в Магнитогорске есть. Есть малость истории, небольшая часть. Цирка в России не так уж и много. Безупречное качество города металла и стали. И цирк. Их не более 30. Но в Магнитогорске он имеет место быть. Если честно, то сам цирк – показатель роста. На месте городской администрации я бы закрепил должные отношения. Их-то немного по сути. Наш город имеет лучшие показатели. Безупречность. Ворота города. Цирк – это символ. Понятно или нет? Даже невзирая на государственность. Но государственность надо поддержать на уровне города однозначно. Больших денег-то и не стоит. Вот один из символов Магнитогорска. Пока мы думаем, вот принцип контрпункта. Вы очаровались видом прыжков без страховки. Вы удивились, как человеки в скафандрах раскручиваются на орбите. Наверное, так же могут крутиться и те, кто полетел в космос. Событийность прямо здесь. А теперь то, что не представлено, но я вижу без штор заграждения нашу суть. Наших медведей. Они умеют делать то, что не все делают. Но не все же катаются на велосипеде, а? То есть ум в голове-то есть. И мы чуть-чуть выше, но они так же двигаются. И по сути нам лучше видеть тех, кто умеет это делать. Для общей любви дрессировщиков и чудо-мишек. А дальше больше. Эпохи. Чудо. Как на лестнице без помощи можно поднять еще одну с гимнасткой. То есть по сути событий мы на уровне четвертого этажа дома. Ну и в оконцовке. Я честно видел примерно, как сын раскручивается. А вот вопрос. Вами выстреливают на высоту пятого этажа. Вы раскрутившись падаете вниз. И без развала землю. Можете? Нет. А специалисты умеют. Так приземляться благодаря поддерживаемым примочкам. И прежде чем, прежде чем увидеть. Подумайте, что цирк это место таких трюков. Причем все на ваших глазах, а не в кино. Вы понимаете о чем я? В принципе по сути раз в месяц на разные представления сходить стоит однозначно. Россия звучала гордо. Звучит гордо. И будет звучать гордо. Ну вот в принципе и подошло к концу само представление. Зрелище было потрясающим. Всем советую прийти сюда и посмотреть. Так как за свои деньги это просто бомбезно. И перед выступлением вы можете оставить фотки на память. Так как там присутствуют разные надувные мишки и другие персонажи из мультфильма.